Итак, второй зимний поход завершился трагедией. Если вы думаете, что организаторы его кинулись посыпать голову пеплом, подавать в отставки и стреляться, то нет. Как обычно, они бросились искать виноватых и переводить стрелки. А виноватый вот он, военный отдел украинской миссии Бухарести под руководством генерал-поручика Сергея Дельвига. В этот военный отдел, как мы помним, входили секретарь Василь Трепко и его брат Александр Сотник Якив Чайкивский и еще несколько человек. И когда украинская миссия в Бухаресте получила предъяву, почему они так плохо готовили второй зимний поход, то миссия сразу нашла козлов отпущения. Вместо того, чтобы парировать Петлюри, ты нам ставил нереальные планы, они сказали, что во всем виноваты Пшонек, Гулы-Гуленка и брак коштев. Но дело в том, что военный отдел в 1921-м очень громко занимался подготовкой к антибольшевистскому восстанию в Украине. Точно, как это показано в мультике «Марио идет грабить банк». Свидетельством вот эта заметка в газете «Свобода» от 1921 года, 14 октября, то есть перед самым вторым зимним походом. Время доносит, что до Видня приехал с Парижа генерал украинской армии Дельвик. В разговоре с журналистами он заявил немовто на Украине готовиться массовое повстание. За границей скрепляется погляд на повстанцев, как на реальную силу в борьбе с большевизмом. Великие государства изменили бы свое ставление до украинской справы, когда бы было организовано плянову спильную акцию и занято Одессу. И вот когда второй зимний поход завершился очередной трагедией, то и отношение к украинскому национальному движению со стороны Румынии и Польши еще более ухудшилось. К Петлюре и так отношение было не алло. Смотрите наше видео, ссылка вверху. В мире мало кто верил в это повстание, но Петлюра орал о нем на весь мир, пытаясь доказать, что он не лузер. Но теперь это было доказано такой страшной ценой. На вскидку можно сказать, что психическая травма от бесконечных поражений создала у организаторов повстания травматический невроз, а безнаказанность, так как никто их не призывал к ответу, порождала новая трагедия. Интересно, что я искала письма Петлюра, его биографию того времени в поисковиках, но именно 1922-1923 года, как корова языком слезала. С 1920-го обычно переключаются сразу на 1924-й. А самые интересные 21, 22 и 23 годы стыдливо опускают. Ну, как, например, в этой хвалебной книге Лотоцкого или в Википедии. Что касается тетюнника, то после второго зимнего похода он осел во Львове в центре города в шикарном отеле Жорж вместе с семьей и уселся писать мемуары и печатать их в разных газетах. Дело нужное и полезное, но параллельно, вы не поверите, он опять готовился к новому походу в Украину, как подорванный. Напомним, кто такой Юрко Тютюнник. Во времена гитмоната, с лета 1918-го, Киш Тютюнника вел партизанскую борьбу против австро-германских частей и был движущей силой повстанческого движения в центральной и южной Украине. Тютюнника тогда арестовали, приговорили к расстрелу, но не успели выполнить приговор. В видео о гитмане Скоропадском мы рассказывали, как большевики раскачивали Украину во времена гитмоната, как подстрекали организовать восстание по Украине против Скоропадского. И так получается, что Тютюнник большевикам очень даже содействовал. То есть уже тогда было видно, что это человек, который очень легко поддается на провокации. К тому же странно, что в свои походы он зачем-то брал свою семью. Во время первого зимнего похода в апреле 20-го в селе Альшанце в Винницкой области на его квартиру напали большевики. Стреляли прямо сквозь окна. Свидетель пишет, чудом спас себя и женку. Донечку винес вирный козак по нас. Речи и все, что мало, пропало. Одержу ему наказ выезжать, никто не знает куда. Петлюра за это наградил Тютюнника аж орденом Железного Креста номер один. Супруга Вера Андреевна тоже получила награду номер пять. Но от пережитых стрессов у нее начались припадки эпилепсии. Раз в месяц, а когда волновалась и чаще. Тютюнник пытался лечить жену в Польше, а после возвращения в Украину она каждое лето лечилась в Севастополе, но ничего не помогало. А из этого письма мы узнаем, что человек, его написавший, помогал Вере Андреевне после ареста Тютюнника вести хозяйство, и он жалуется на ее поведение и непрактичность. То есть и в семье Тютюнника царила достаточно нервная обстановка, но находясь в такой нестабильной ситуации, Тютюнник не пытается как-то успокоиться или отстраниться от дел, найти работу, а берется за новые нерешаемые задачи. И хотя отношения Тютюнника и Петлюры после второго зимнего похода подпортились, но Петлюра снова выдает приказ исполнительному Тютюннику продолжать антибольшевистскую подпольную работу, зная, что он не откажется, и выделяет ему от правительства ОНР в течение января-мая 2022 года финансовую помощь в размере 30 тысяч марок польских ежемесячно. И Тютюнник начинает суетиться, пытается наладить отношения с украинской миграцией в Румынии и Польше, наезжает в Черновцы и Кишиневы. Все это нервически, беспорядочно и полюбительски. И да, официально Петлюра пришипился. Вся эта подготовка к новому массовому восстанию велась втихаря. Уже на весь мир об этом никто не кричал, но идея повстания стала навязчивой, и остановиться они уже не могли. А тут еще и куча эмигрантов толчется в Румынии, и добрая половина из них хочет домой, спрос на визы вырос. Эмигранты клевали на ДЭЗу со стороны советской власти об амнистии для бывших повстанцев, узнавали об открытии украинских школ, и все это приводило к полной дезориентации большинства из них. Они не знали, кому верить. Но треклятые чекисты, они к тому времени уже состоялись как профессионалы с холодной головой, им не трудно было обыграть аматоров-невротиков. Они и сейчас, и тогда руководствуются приемами иезуитов, которые не кричат на всю площадь и не выставляют на показ свою работу, а являются скрытными людьми, которые обо всем знают и умеют только действовать. И вот под видом подпольщиков тайного высшего военного совета чекисты выходят на Тютюнника и предлагают ему вернуться в Украину и возглавить масштабное повстанческое движение. Это я вам обрисовала ту обстановку, а теперь посмотрим в лупу, как это все выглядело на местах. В январе 1922 в Бухаресте появляется 28-летний Георгий Ильюрий Афанасьевич Пирогов Макаренко, уроженец Житомира из семьи банковского, служащего со средним образованием. Пирогов был начальником связи в дивизии Тютюнника. Находясь в Польше, участвовал в разработке второго зимнего похода вместе с подполковником Василием Нильговским. Пирогов прибыл из польского лагеря Александрова, имея на руках письменная полномочия Тютюнника на организацию повстанческого движения на юге Украины. Пирогов идет прямо в украинскую миссию к Мациевичу. Кстати, находилась миссия на проспекте Дарабанцелор 92. Это в центре Бухареста, там они арендовали здание. Сейчас, как видите, на этом месте все перестроено. И в разговоре с Мациевичем Пирогов понимает, что тот к Тютюннику относится более чем прохладно и никакой помощи в очередной организации восстания предоставить не может. Тогда Пирогов регистрируется и устраивается на проживание в Бухаресте. Весной Гаврила Гордиенко, наш очевидец, покидает Бухарест и едет на учебу в Чехословакию. И он пишет, что когда он отъезжал на учебу, то в удостоверении военного отдела чрезвычайно дипломатической миссии ОНР в Румынии дня 31 марта 1922 было отмечено, что он вояка украинского партизанского отдела атамана Родиона Федорченко. И так получается, что 31 марта это был, вероятно, последний день работы военного отдела миссии ОНР в Румынии. После этого генерал Сергей Дельвиг заступил на гражданскую службу. Повстанческо-партизанские штабы в Кишиневе и Бендерах официально были ликвидированы. Гулый Гуленко и Василь Поплавский переехали в Бухарест. Сотник Василюк тоже уехал в Чехию. Солдаты офицеров армии ОНР интернировали в Трансильванию. Но пограничные пункты партизанско-повстанческого штаба на демаркационной линии в 1922 году еще оставались. Руководство переправой людей взял на себя капитан Ивашенко, который действовал под патронатом начальника отдела французской военной контрразведки в Бессарабии капитана Глэзера или Гляссе или Гляйзера. Я так и не нашла его настоящего имени. В Кишиневе осталось 12 офицеров и 12 солдат. Вместе с полковником, тем самым Иосифом Пшоником, которые организовали железнодорожную артель. Позже в Кишинев вернулся Василь Поплавский. И вся эта партизанско-повстанческая движуха с территории Румынии практически прекратилась. Румыны завернули гайки туго. Голова Гуленко приютила миссия ОНР в Бухаресте. Он там вроде как даже работал. Газета «Украинская трибуна» Рупор Петлюры тоже в марте 1922 прекратила существование. Вот такая диспозиция образовалась в начале 1922 года, в которой варился наш батька-атаман Федорченко. Он в это время все еще находился в Бухаресте и возглавлял там украинскую эмигрантскую колонию. И Юрий Пирогов, посланник Тютюнника, установил с ним контакт, а в Кишиневе с подполковником частей Тютюнника Алексеем Бережным. Так Пирогов стал подыскивать кандидатуры для ведения разведывательной работы на советской стороне и подготовки, о ужас, к всеобщему восстанию. Но теперь это уже полная тайна организации, союз меча и этого, как его там, орала. Многие эмигранты, как мы говорили, находились в состоянии прострации и дезориентации. Поведение Гулова Гуленко это ярко демонстрирует. Инфы о нем мало, дела у меня нет, так что судим по книге Каваля и статьям в интернете. Гулый Гуленко полгода приходил в себя при украинской миссии в Бухаресте и, видимо, ждал новой отмашки от Петлюры. Але штаб Петлюры продовжував мовчаты, нияк и в козевок не було. И вот так он поскучал до лета, а в июне пошел на переговоры с представителями румынского генерального штаба, чтобы они поддержали партизанские акции в Украине. Представляю, какими шарами на него смотрели румыны. Все, что они могли предложить, это стать их шпионом. И вот в начале июня Гулый Гуленко переправляется через Днестр на территорию Советской Украины в районе села Криуляны вместе с каким-то цурканом и контрабандным товаром. Без копейки в кармане. Где-то взяли 100 коз, может это и была та контрабанда, и ездили селами и городами, торгуя по пути этими козами и пытаясь разобраться в перспективах продолжения организации повстания. Вот таким маршрутом они передвигались, пока не добрели до Холодного Яра. Там он искал хоть каких-то действующих атаманов и вроде нашел, хотя те наследствия потом это отрицали. Естественно, что рано или поздно эта лапочка должна была закончиться. В Одессе его узнали и арестовали 19 июля. Чекисты охренели, сам Гулый Гуленко с косами прогуливается по Украине. По его версии, он вроде хотел забрать сына и уехать в Бразилию, так забрал бы и ехал. Через месяц нахождения в подвала ГПУ он публично покаялся, о чем рассказала газета «Правда». И вот через месяц после ареста Гулого Гуленко в августе 1922-го наш Родион Федорченко переезжает в землю обетованную 1922-го года для бывших повстанцев, разведчиков, перебежчиков и просто зарабетчан Кишинев, что находился в составе Бессарабии. Собой Федорченко берет 40-летнего Анисима Григорьевича Юзленко, родом из села Ремаривка, что в 50 километрах от Кишинева. Федорченко послала в Кишинев украинская миссия, чтобы оттуда он перебрался в Украину для подпольной работы, а Юзленко он взял, потому что тот местный и мог служить проводником. В общем, все продолжалось, хотя и не так открыто. Родион Федорченко, как мы видим, сделал свой выбор. Он твердо решил возвращаться в Украину и не для того, чтобы просто жить. Переезд его в Кишинев был, естественно, согласован с посланником Тютюнника Пироговым, но украинская миссия не имела прямого доступа к границе и переправе, поэтому в вопросах переправы эмигранты полностью зависели от французов. И пришлось им обращаться к начальнику разведывательного бюро при французском военном атташе, этому самому капитану Глейсу или Глензе или Глясе, с просьбой выдать документы на право перехода румынской границы на советскую сторону. Французы и румыны, понятно, имели свой профит во всем этом, им нужны были разведданные с советской стороны. Если эмигранты сами шли к ним толпами и предлагали свои услуги, то почему бы не воспользоваться за небольшие деньги. В Кишиневе собралась тогда адская смесь интернированных разных мастей. Слишком много желающих было вернуться домой или же просто заработать деньги. Самыми ушлыми были там так называемые «зеленые». Это последователи атамана «зеленого» в миру Данилы Терпила, который оперировал на Киевщине и Полтавщине и погиб в 1919. Также этих «зеленых» называли монархистами. Первый «зеленый» – это Головко Усатый, то ли Иван, то ли Маркиян, родом из Чертомлыка Екатеринаславского уезда. Мать и сын Головко оставались там же, в Чертомлыке. Сестра его была замужем за каким-то Миколаенко и жила в Никополе. Это была явка Головко. Лет он был 35, бородка французская, носил большие усы, русы с разжеватым оттенком, из-за которых его, видимо, и прозвали Усатым. Головко занимал когда-то в ОНР командную должность, а в Кишиневе промышлял тем, что доставал у французов документы на проезд в Украину. Работал он в тесной связи с Владимиром Ануфриевичем Уринюком. В 1885 году рождения офицером царской армии, себя именовал капитаном, при Деникине заведовал разведкой в Лубянском уезде. Федорченко явно знал Уринюка по Бухаресту, потому что большинство интернированных, работающих в Бухаресте, были приписаны к куриням повстанцев-партизан двух кощев. Полтавского под командованием атамана-поручика Уринюка и Екатеринославского под командованием атамана Родиона Федорченко. Это значит, что Уринюк и Федорченко прекрасно знали друг друга. Так вот, Головко Усатый рассказал Федорченко, что работа их заключается в доставке из Украины различных материалов разведывательного характера. Оба зеленых были необщительными, держались в стороне. И понятно почему. Уринюк и Головко Усатый на каком-то этапе стали работать на русский общевоинский союз РОВС, которым руководил Александр Геруа, представитель добровольческой армии в Румынии. Собственно, идея восстания владела Уринюком давно. Еще осенью 21-го он предлагал Петлюре как атаман полтавского партизанского коша о проведении повстанческих операций в Таврии и Крыму. Но до Петлюры его предложение встретиться тогда не дошло. Мациевич наложил резолюцию. Это будет только заявка вытрата денег в леях. Дивно, что этот неведомый атаман не поразумился с Гулым и не выехал вместе с ним. Надо быть убережным. И, как видим, Уринюк эту крымскую идею не оставил, а предложил ее и Геруа, и тот ее одобрил. А потом и украинская миссия подтянулась. Уринюк при встрече с Федорченко в Кишиневе и ему предлагал с ним ехать в Крым, куда он собирался плыть на моторной лодке с отрядом в 40 человек для подготовки там восстания. При том, что посылали его в Крым как Геруа, так и украинская миссия, Федорченко сам видел, как в украинской миссии печатались воззвания для Уринюка. Федорченко отказался принять это предложение. И понятно, почему. Он работал на Пирогова. Из знакомых Федорченко с Уринюком в Крым поехали Константин Жадан, он там в Крыму и остался, и 40-летний Василий Степанович Сырко, который именовал себя полковником. И действительно был такой Сырко Василь, полковник, командир Волинской бригады армии ОНР, подчас первого зимового похода армии ОНР командир 1-го полку Черной Сичи. У Ринюк и Головко ездили иногда бухаристы Болгарию, привезли оттуда кучу бабла и жили на широкую ногу. В общем, Федорченко обрастал знакомствами, крутился в этой эмигрантской тусовке, в этом адском Кишиневском вареве и присматривался. Ему 37 лет, в расцвете сил, новые люди, новые идеи. В Кишинев стекались подпольщики разных мастей поближе к границе, и там шла борьба всех этих тусовок за так называемые информационные пункты, а на самом деле пункты по переправке на советскую сторону. Я так его вижу, что Федорченко был в принципе достаточно сдержанный человек, и может даже скрытный, ну такой знающий себе цену, и если взрывался, то только в минуты гнева и отчаяния, или открывался людям, которым он доверял. Встречал Федорченко в Кишиневе и Пшонек, от того самого, кого насильно заставили работать на Петлюру. Оказалось, что Пшонек далеко не бедный, он тоже крутился как мог и в Кишиневе подбирал людей для заброски в Украину. Но Пшонек порвал с украинскими социал-демократами и даже высказал журналисту Геродоту, что в настоящее время работает с русскими. Проживал Пшонек постоянно в Аккермане, а в Кишинев наезжал только летом. Поговаривали, что Пшонек получил Аккерман от французов. То есть народ лавировал между теми, кто заказывал музыку. Точнее сказать, пытались зарабатывать как профессиональные лазутчики для тех, кто эту музыку заказывал. В итоге Юрий Пирогов тоже занял свою достаточно высокую позицию в этом шпионском компоте из разных фруктов и в итоге возглавил украинский разведывательный сектор при французском консульстве под непосредственным контролем румынской разведки. Во как! И для организации разведывательной работы в Украине Пирогову предоставили три переправочных пункта в Бендерах, Криулянах и Вадул-Рашкове. И Пирогов назначает 22-летнего Ивана Стахова начальником переправочного пункта в Бендерах, а 34-летнего Никиту Солодкова в Адул-Рашкове. При этом Федорченко прекрасно знал и Никиту Солодкова по совместной работе в артеле под Бухарестом, где они строили ледяной завод. Федорченко был бригадиром артели, в которой трудился и Солодкий Никон Дмитриевич, родом из города Бандурово, Балтского уезда Подольской губернии. Что касается Стахова, то их было несколько братьев Стаховых и сестра их Бианковская. Были они родом из села Бушинка Винницкой области. С остальными братьями будем вас знакомить по мере их появления. Как видим, преобладали там ребята из близлежащих Кишиневу окрестностей. Можно и домой сбегать, и подзаработать в Кишиневе, но игры эти опасные, конечно, были. И вот в Кишиневе Федорченко встречает тоже своего шапочного знакомого Илью Моравского. Еще в октябре 21-го, когда Федорченко был, цитирую, комендантом группы интернированных украинцев интенданства, он познакомился с этим Моравским. Моравский Илья Никитович, 1891 года рождения, родом из села Мордаровка Ананиевского уезда Одесской губернии. Воевал в армии ОНР, потом стал начальником контрразведки в первом пехотном полку имени, о боже, держите меня семеро, имени Винниченко. Представляете, был такой полк. После этого Моравского перебросили в Херсонскую губернию. Был Илья невысокого роста, имел серые большие глаза, правая нога кривая, левая искусственная, деревянная, шатен, одет в серую гимнастерку, черные суконные брюки на выпуск, в ботинках и кепи. Имя Федорченко все еще гремело, и Моравский наслышан был о нем задолго до встречи с ним, как о батамане повстанческого Екатеринаславского корпуса. Моравский при отступлении Белых в 1920-м эмигрировал сначала в Болгарию, но в октябре 1921-го самовольно покинул сахарный завод в Джурджу. Приехал в Кишинев в штаб Гулова-Гуленко и предложил там свои услуги. Ему удивились, никто его не ждал, но обещали перебросить в Украину. Через три дня Гулый Гуленко уехал в Украину, а Моравского оставляют в Кишиневе. Но ни жилья, ни работы у него не было, потому что физически, как все, он не мог зарабатывать себе на жизнь. Комитет беженцев поселил его в общежитие, но через 4 месяца его оттуда вытурили, потому что комитет состоял в основном из монархистов, и парень не мог с ними ужиться. И Моравский поселился на частной квартире улица Измаильская, 12, к начальнику оперативной части украинского штаба армии ОНР, тому самому Петру Семеновичу Ивашенко, который держал информационные пункты. Украинцы быстренько организовали рабочую артель по погрузке на станции Кишинев, и когда Ивашенко Петр уехал, то Моравский стал от артели получать помощь и поддержку на существование. За это он визировал эмигрантам ежемесячно документы, оформлял бумаги тем, кто убегал из лагерей. И так просуществовал Илья до июля 22-го, когда из Бухареста миссия прислала в Кишинев своего уполномоченного доктора Ануфрия Шевчука, родом с Бершатского уезда Подульской губернии. Кстати, резиденция Пирогова и Моравского находилась на улице Прункуловская, 6, примерно в таком здании. Доктор Шевчук поселился на квартире у Моравского, и они стали вместе перебрасывать людей в Украину на советскую территорию для подпольной работы. По словам Моравского, Федорченко прибыл в Кишинев самостоятельно, никаких директив ни от кого не имел. Но была у него четко поставленная цель переехать в Украину. Но так как украинцы в Кишиневе не имели прямого доступа к границе, то пришлось доктору Шевчуку, Федорченко и Юзленко обратиться к французскому военному представителю при консульстве, этому самому Гейзе, чекак там его, за соответствующими документами на право перехода границы. И тут разразился шкандаль. Как раз то, о чем я говорила, о характере Федорченко. Иногда он взрывался. Благодаря неумелой политике Федорченко и Шевчука, чем явилось выявление украинского шовинизма, как выразился Моравский, и благодаря организации «Зеленых», которые финансировались и находились на полном содержании французского командования, «Зеленые» запротестовали в выдаче документов украинским деятелям на основании того, что ними, «Зелеными», ведется подпольная работа по всей территории бывшей России, и что украинцы могут стать им помехой и принести вред их работе. Поэтому Шевчуку, Федорченко и Юзленко было категорически отказано в выдаче документов. Шовинизм Федорченко проявился в том, что он сказал что-то типа того, что он в гробу видал этих зеленых в белых тапочках, а Украину он рассматривает как самостоятельное государство, а не с диктатурой Великороссии при каком бы то ни было строе. С этого момента между монархистами «Зелеными» и украинскими силами началась неприкрытая вражда. После этой выходки Федорченко пришлось поступить в рабочую артель, и он там проработал до 10 сентября. А в сентябре случается вот что. По предложению Тютюнника, Пирогов тоже переезжает в Кишинев, чтобы присмотреться к украинской эмиграции, следить за политическими рупировками и стараться предохранить эмиграцию от разложения. Там какой-то Эмильянов предоставил его тому самому военному французскому атташе Гляссе, и тот сделал Пирогова своим агентом. И Пирогов познакомился с шефом Кишиневской сегуранцы Захарием Ионом Хусереско, и командиром 3-го корпуса в Кишиневе, каким-то генералом Поповичем. И Родион Федорченко, и Василий Поплавский становятся первыми помощниками Пирогова в Кишиневе. Я слегка почитала про этого Хусереско, то ему не позавидуешь, конечно. Как раз в то время СССР со своей стороны занималась шпионской, пропагандистской и другой подрывной деятельностью с целью экспорта революции. Так что в той адской смеси, в которую превратился Кишинев, работы ему хватало. Вскоре с Бухареста в Кишинев приезжает и сотник армии ОНР от МИСИ, 28-летний Петр Стахов, старший брат того Ивана, что заведует переправочным пунктом в Бендерах. Петр Стахов прибыл с заданием, и оно у него на то время вполне стандартное. Сформировать партизанский отряд в 40 человек для переброски в Украину. И именно Федорченко познакомил Моравского с Петром Стаховым, который и поселился у Моравского на квартире. Доставать документы было очень трудно, конкуренция была бешеная. И в конце концов пришлось обратиться к бывшему начальнику информбюро, какому-то Мордарию, который согласился выдать документы и даже дать оружие, винтовку за пустячок, вознаграждение в виде золотого кольца с бриллиантом, на что Стахов и Моравский согласились. Об этом узнали продувные зеленые, но помешать в выдаче документов они были не в силах. И поразмыслив, зеленые нашли другой выход из ситуации. Вы знаете, эти зеленые были просто какие-то ангелы-хранители. Еще один довод к тому, что надо прислушиваться к знакам судьбы. Они подослали своего агента, того самого Ивана Головко-Усатого. Тот пригласил Петра Стахова, Федорченко и Шевчука в ресторан на обед с выпивкой. Через сутки Стахов страшно заболел. На него напал, что называется, приступ сумасшествия. Через три дня он сбежал с квартиры. Румынская полиция объявила розыск, но через неделю Стахов объявился сам, все еще в сумасшедшем состоянии, в полном смысле этого слова, плюс с перерезанными артериями на руках. Моравский отправил его в больницу и о переправе пока не могло быть и речи, хотя документы и были готовы. Доктор Шевчук, видя все это, с помощью представителя украинского консульства Василия Поплавского достал документ от генеральной сигуранцы на право перехода румынской границы и сам выехал в Украину. И только его и видели. Видимо, поехал домой просто жить. А Федорченко снова поступил в рабочую артель. И когда Петр Стахов вышел из больницы, к нему прибыли его братья Иван и Александр и некий Кузьменко из Польши, который пользовался особым доверием Петлюра и поляков. По-видимому, это был Кузьменко Титаренко, который в 1918-м помогал Тютюнику поднимать восстание в Звенигородском и Тарощанском уезде. Прям такие специалисты по восстаниям собрались. Все это время братья Стаховы болтались без определенных занятий, не имели с чего жить, но получали поддержку от рабочей артели. Как видим, Тютюнник пачками посылает своих людей в Кишинев, дело у него кипит. А что же он сам? В октябре он переезжает с семьей из Львова в село Саджавка и поселяется в хате отца Сидора Бобыкевича. Семья у Тютюнника при этом выросла. Летом родилась еще одна дочь Галина, при этом неизвестно, на что он жил, потому что уряд ОНР перестал его финансировать. В одном из тогдашних писем генерал Харунжи признавался. С материального боку я, что называется, на бобах. Что осталось ему делать? Мне тапки шить. И он продолжил писать мемуары и еще более лихорадочно готовится к очередному повстанию. И 29 октября Тютюнник дает вказовку поручику Павлу Гацуляку. Гриця за ярного, когда приедет, негайно привезет до меня. Гарно с ним поводьтеся и не ображайте. И тут же Кишинев из Польши приезжает еще одна личность, офицер связи штаба генерала Тютюнника, сотник Гацуляк. И Гацуляк объявляет, что в Украине работа по свержению советской власти проводится в широком масштабе. А именно, в советские учреждения и военные части насаждаются украинцы для подготовки переворота и в недалеком будущем придется всем интернированным украинцам выехать в Украину. Гацуляк сообщает Моравскому и Петру Стахову, что приближается время свержения советской власти в Украине и что надо к весне 23-го взять все переходы в свои руки. Также Гацуляк сказал, что вместо Тютюнника назначается его сторонник, полковник армии УНР Юрий Пирогов, как начальник повстанческих отрядов на юге Украины, которому надо подчиняться и всячески помогать. Петр Стахов привел Пирогова к Моравскому и тот ему сразу не понравился. Кацапом воняет, подумал Илья. Вскоре приехал в Кишинев и тот самый сотник Георгий Львович Заярный, 1897 года рождения, родом из Александрии Грессонской губернии. Заярный выглядел так. З росту низкого, обличчя надуты, незадоволены, очи сири, повны, кульгали на праву ногу, голыны. Заярный объявляет Моравскому и Петру Стахову, что работа по свержению советской власти в Украине идет полным ходом и надо еще немного поднажать. А для этого до весны 23-го все пограничные переходы должны быть в руках Украины, чтобы спокойно перебрасывать военных на советскую территорию. Потом Александр и Петр Стаховы, Кузьменко-Титаренко и Заярный поехали в Хатын, чтобы оттуда вернуться в Украину и на прощание сообщили, что французы полностью на их стороне и под видом информационных пунктов будут помогать делать дырки в границе. И действительно вскоре Глейс Чегляссе был смещен, а вместо него приехал капитан Арно. И Пирогова представили Арно как представителя ОНР. Секретарем Арно называют, кстати, Дольника Александровского, а точнее Александров Дольник Александр Константинович из дворян Московской губернии, сын чиновника, окончил Кишиневскую гимназию. Из этого понятно, кто влиял на французскую разведку. Арно имел два информационных пункта с переправами. На первом начальником был Илья Моравский с таким штатом Юзленко, Солодки и Погребниченко. На втором в Бендерах начальник Иван Стахов. Арно и Пироговы вместе выезжали в Хатын, там провели военный совет, на котором было решено предоставить в распоряжение Пирогова на его участке на Днестре от Аккермана до Нападова аж 11 информационных пунктов. По возвращении из Хатына Моравскому дают задание выехать в Украину, чтобы он обследовал Одесский район и установил связи с украинскими деятелями. А тут возвращается в Кишинев и сам Петр Стахов. Через время Пирогов и Петр Стахов предлагают Моравскому выехать в Украину на разведку через Хатын. Но первая попытка переправы провалилась из-за сильного ледохода на Днестре. Так закончился 1922 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok